В профессиональный спорт я попал больше благодаря своему отцу. Мой отец на протяжении уже более 20 лет занимается вопросами спортивного питания. Изначально мне был интересен этот вопрос, я ему помогал. Мы с ним изучали всякие новые тенденции, новые веяния в мире спортивного питания. И в 2010 году к нему обратился футбольный клуб Мордовия. Как раз с вопросами организации спортивного питания внутри клуба. Тогда это только-только зарождалось. Только появлялось понимание необходимости качественного спортивного питания для улучшения физических показателей спортсменов. И параллельно с этим же встал вопрос организации физической подготовки команды. Тогда, в те времена, это как бы была редкость. Наличие тренера по физподготовке в профессиональном футбольном клубе. И как эксперимент, как что-то новое, ноу-хау, я отправился в футбольный клуб. Заниматься как раз организацией питания, организацией физподготовки. И с этого все началось. Футбол — это как бы был не случайный выбор. Я заканчивал детско-юношескую футбольную школу в Москве. То есть имел футбольное образование. Уже после окончания, на тот момент, я выбрал свое развитие, как обучение, получение качественного образования. И ушел, как любой школьник, в институт учиться. Но футбол надолго меня не отпустил, и я вернулся. То есть я с самого начала понимал, что если как бы продолжать какую-то работу в сфере спорта, то все-таки это как бы должно быть связано с футболом. Потому что самый понятный для меня вид спорта, самый близкий. Ну, как бы обучаться приходится постоянно. Потому что чем больше сведений о тренировочном процессе, чем больше данных у тренера по физподготовке, тем больше возникает вопросов, как улучшать эти показатели, как влиять на эти показатели, как эти показатели влияют на спортсмена, на игру, на результат. Различные новые современные системы, GPS-датчики, которые показывают двигательную активность игроков, нагрузку, получаемую игроком. То есть это все время постоянный поток информации, постоянный поток новых данных, которые нужно анализировать. То есть сейчас, ну, современные тенденции, они больше уходят именно не в какую-то практическую плоскость, а в плоскость постоянного анализа данных, результатов, показателей. И вот, ну, как раз вот за последние, там, 5-10 лет именно все движение, оно происходит в более скурпулезном анализе, в более индивидуализированном подходе к подготовке игроков. То есть нахождение каких-то особенностей, влияющих на конкретного футболиста, лучших способов его подготовки, лучших способов сохранения его максимальных показателей. Моя главная задача, моя главная ответственность – это именно улучшение, сохранение вот этих максимальных показателей спортсмена. Ну, свободное время, оно необходимо, как бы у нас есть выходные дни, есть какие-то промежутки в сборах, на сборах, во время сезона. Задача – отключиться, перезагрузиться. То есть, как бы, наоборот, там, на какое-то время забыть какие-то, ну, заниматься какими-то своими хобби, просмотр фильмов, культурная программа. Это необходимо, иначе, ну, ты просто перестаешь, теряешься в цифрах, теряешься в информации. То есть, на какое-то время об этом нужно забывать. Работа на сборах – это контакт с игроками, по сути, 24 на 7. То есть, можно гораздо лучше узнать спортсмена, можно гораздо скурпулезней подойти к его особенностям, привычкам, дать ему какие-то рекомендации. советы, посмотреть, как меняется его состояние в зависимости от изменения его привычного образа жизни. Ну, и, конечно, это гораздо больше работы, гораздо больше информации. Ну, главная трудность, если говорить о специфике физподготовки, это старание максимально индивидуализировать работу. То есть, это нельзя подходить шаблонно ко всем игрокам. нужно все время находить, искать, находить его индивидуальные особенности и стараться, самое главное, не ошибиться в этих показателях, в этих данных, чтобы сделать максимально лучше для него. Ну, главное отличие, молодой игрок — это ненаписанная книга. То есть, это человек, который должен жить все время с мыслью о том, что каждое утро, каждый день, каждую минуту он должен развиваться. И подход к такому игроку должен быть с точки зрения постоянного развития, 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 обучения. То есть, все время двигать его вперед. Когда мы говорим про уже более опытных, про более возрастных игроков, то особенности уже где-то не столько нужно обращать внимание на его развитие. Да, он совершенствуется, но он уже улучшает то, что у него есть. И вот главное — понять, в какой момент нам нужно просто только улучшать, что мы можем улучшать, а что нам уже нужно просто поддерживать, сохранять. То есть, это как бы основной критерий, основное отличие. Что же касается работы в факеле, ну, естественно, это большой промежуток времени в моей жизни. То есть, это огромное количество приятных, радостных моментов. Это прекрасный город, прекрасный клуб, прекрасные люди, с которыми я работаю, с которыми я контактирую каждый день. Естественно, это уже даже чуть ближе, чем просто какие-то рабочие отношения. Я вложил очень много своих сил, знаний в клуб. Клуб вложил очень много своих сил, возможностей в меня. То есть, это прекрасное время, прекрасный промежуток времени. Стадион в Воронеже – это, наверное, что-то из таких рассказов людей про полные стадионы, про мурашки по коже. То есть, невозможно просто выйти на этот стадион и как, ну, я не знаю, как на каком-то собрании посидеть, послушать и уйти. Каждый раз, заходя на этот стадион, находясь в подтрибунных помещениях, слыша, как болельщики встречают команду, как они болеют. То есть, это, ну, невозможно оставаться спокойным. Ты переживаешь каждую минуту матча, каждую секунду, каждый момент. Ты постараешься полностью отдать все свои силы, все свои эмоции. Ну, это непередаваемое ощущение. Главная цель, ну, это, наверное, как и у любого человека, оставить какой-то след, оставить какую-то память, ну, в положительном смысле этого слова, чтобы эта работа запомнилась, что именно я как специалист, клуб, в котором я работаю, чтобы у людей в памяти было что-то хорошее, что-то полезное, что-то, что останется ни на один, ни на два года.